вот выпендрежница ну ты мама даешь но это на мой взгляд это самая эффектная мамина модель из всей этой коллекции которую она придумала вообще планировалось что мы будем ее показывать на подиуме на выставку да и однозначно конечно же коллекция будет пополняться еще что-нибудь придумаем может быть сарафаны может платье но в любом случае смотрите здесь та же самая идея та же самая задумка очень сложная по форме детали они действительно сложные как я уже сказала они все ввязываются укороченными рядами ни один узор нигде не повторяется изумительно потом все это собирается в общем полотном с помощью крючка ну и обвязка конечно планки вырез горловины планка на полочках рукава ну собственно вот перед вами рук талантливых творения рук не моих моей мамы и давайте я вам подробнее расскажу про эту модель точнее даже краешком немножечко затрону и про соседку про вот эту вот модель красивого мятного матово мятного цвета но все же сегодня все внимание сосредоточено вот на вот этом классном очень очень необычном кардигане как вы поняли необычность его заключается в том что это не имитация петчворка это действительно полноценный петчворк то есть это полотно собрано из отдельных фрагментов из отдельных деталей мало того детали эти имеют неправильную форму то есть это не геометричные понятные глазу квадратики или прямоугольники да то есть да есть отсылка знаменитому бабушкиному квадрату пледы жилеты там кофты всевозможные кардиганы но там значительно проще хотя бы в том смысле что вы вяжете одинаковой формы детальки и потом складываете их в общую конструкцию которая тоже по большому счету сложный сложный крой не имеет здесь до надо это должно здесь тоже сложного кроя нет вот вы видите до большому счету это прямоугольник то есть изделие имеет прямой крой в области где у нас с вами идут пройма где идет пройма здесь понадобится оставить естественно этот вырез потом он оформляется планкой которая подвязывается в поперечном направлении и разумеется не забываем про скос плеча что касается выреза горловины то конечно здесь воля ваша фантазию можно как угодно применить видите да в случае вот с маминой работой у нее идет прямая линия выреза прямая линия затем она имеет аккуратная такой вот овальное закругление в принципе можно было продолжить вниз вертикальную линию сделать ее вот таким вот красивым квадратом прямоугольником можно было сделать v-образный вырез это уже в воле так сказать и фантазии автора разумеется для того чтобы такую модель связать на первоначальном этапе необходимо сконструировать выкройку то есть это очень важное необходимое условие вторым необходимым условием является соблюдение единообразия в рисунках выстраивание вот этих вот фрагментов вы видите да что они отличаются по узорам ни один узор здесь не повторяется на каждом фрагменте разные разные узоры до елочки какие-то красивые вот дорожки но нигде вы не видите коз нигде вы не видите аранов нигде вы не видите сеточки для чего это сделано до того чтобы соблюсти плотность плотность в этих фрагментах то есть рисунок когда будете подбирать неважно японские это узоры либо какие традиционные узоры книгу узоров да вы будете листать обратите внимание на то чтобы в лицевых рядах не встречались изнаночные петли посмотрите если мы внимательно присмотримся по большому счету все вот эти вот рисунки они выстроены по принципу накида и соответственно затем убавки то есть либо 2 пести 2 петельки вместе провязываем накид либо 2 накида между ними 3 петельки вместе провязываем это уже зависимости от того что мы хотим с вами построить да вот пожалуйста накид 2 вместе а где у нас ромбы сейчас я найду ромбы вот ромбы вот здесь вот под накид 3 петельки вместе центральная у нас идет по серединке выстраивать красивую косичку и снова накид то есть по большому счету вот эти вот рисунки они отличаются лишь визуальной составляющей да то есть визуальные отличия имеют но по факту в плотности различий нет она не гуляет в принципе да конечно можно поэкспериментировать можно связать отдельный фрагмент вот такой вот красивый ажурный да с рисунком другой фрагмент с косами третий фрагмент с аранами четвертой сеточкой это в принципе возможно но в таком случае вам придется очень детально спроектировать конструкцию изначально да то есть просчитать досконально учитывая погрешности и различия в плотности этих полотен теперь давайте расскажу вам про пряжа вы же видите да что здесь разные тона и это очевидно считывается и темный и сероватый и голубой значит в том случае если у вас остаются какие-то остатки после других изделий вот прекрасный пример как можно эти остатки применить и важно конечно соблюдать толщину пряжи ну какая-то вилка приемлемая в принципе допустимо да там 350 метров 370 метров 390 метров 400 метров на 100 граммов можно брать пряжу смело в работу и компоновать вот такой вот интересный петчворк значит что здесь самая темная синяя пряжа вот она самая темная и самая светлая голубая пряжа вот пряжа называется бомбина производитель камтекс знаете очень недурственная пряжа мы с нее на самом деле уже вязали несколько изделий мама вяжет из нее детские носочки я из нее вязала тоже взрослые носочки для взрослого человека абсолютно хорошо себя пряжа показала в общем то никаких замечаний здесь вы видите до 50 метр 50 граммов моточек 150 метров акрил 65 процентов и 35 процентов мериносовой шерсти кстати сказать пилинг пряжа дает минимальный очень 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 недурственная пряжа далее оттенок более такой вот сероватый вот такого то он ну скажем голубой с незначительным намеком на серый оттенок это семеновская пряжа называется ольга а ольга который 50 на 50 50 процентов шерсти 50 процентов акрил 395 метров на 100 граммов потому что семенской пряжи есть еще другая пряжа ольга аналогичное название но артикул другой там 95 процентов шерсти и 5 процентов акрила и по моему 400 метров на 100 граммов но в любом случае пряжа тоже неплохая хорошо себя зарекомендовала тоже минимальный пилинг у нее наблюдается и еще пряжа здесь есть вот я пытаюсь ее показать вот этот фрагмент пряжа она вот я думаю что вам видно то что здесь отличия по цвету идут то светло-голубая это такой вот более сероватый оттенок это ализе к сожалению я не помню название артикула 300 по моему 50 метров на 100 грамм любом случае ализе есть такой богатый ассортимент можно подобрать по метражу при желании но в целом как вы видите скомпоновать вот эти вот различные пряжи виды пряж удалось в такое очень удачное изделие в итоге после того когда связаны все фрагменты они собираются с помощью крючка конечно же крючка и это ирис вот темно-синего цвета пряжа это хлопок или за два сложения видно как соединены полотна вот я надеюсь что вам видно вот видно четко то что это связанное отдельное полотно это связано отдельно полотно и вот таким вот образом собрано но теперь давайте поговорим о том как это изделие можно связать если вы захотите например аналогичная да и конечно же я не буду давать вам полноценную выкройку полноценные расчеты я покажу принцип сам принцип как это вообще вот создается ну а вы уже потом я думаю если вдруг вам это станет интересно вы сможете уже поиграться с этой мозаикой и рассчитать изделие под себя и под свою модель ну а Продолжение следует...